Это очень многое здесь я отпринимал. И больше того скажу, что надо быть осторожным как с фитотерапией, так и с гомеопатией, в которой работаю, вплоть до метафизической работы, потому что я и обучаюсь, и работаю, и гомеопатия, это фитотерапия, и это работа по различным, скажем так, психосоматикой программирования. Это всего лишь инструменты. И в любом случае, как и не смешно, шутить ни с чем из этого нельзя, потому что человек, который себя даже сам программирует, может натворить намного страшнее вещи, чем просто съесть не ту капсулу. Пример. Многие есть люди, которые ходят на всякие курсы духовного развития. Сейчас это очень популярно, да, и как бы делать вид, что этого нет, уже невозможно. Но не у всех это проходит гладко. У человека начинают выходить программы, потому что он дает уже четкие какие-то намерения. Вселенная ему отвечает, у него начинают болеть дети, все там рушится, например. То есть люди могут получить вместо, как они думают, результат, что сейчас жизнь станет сразу гладкой, но чтобы она потом стала гладкой, у них идут огромные вот эти перемены. Это относится и к, если мы возьмем, кстати, вот такие ступеньки, да, вот мне очень понравился вопрос, почему не принимаю. То есть у нас по опыту мы, тут есть споры, некоторые говорят, что можно сразу перепрыгнуть. Например, здесь у нас там лекарства. Я еще раз повторюсь, я аптекарь по образованию, и нас учили как и травкам, так нас учили и различной химии. То есть у нас определенная... Вот. И, ну, мои сверстники, мы все, я не знаю, как сейчас, да, ну, мы, конечно, наблюдаем по-разному, но мы более унифицированы. Мы прошли в детстве через прививки и через все стандартные лекарства. И, как бы, ну, не во всех семьях поддерживают какую-то натуральную терапию. Ну, я рос в Ленинграде, и, как бы, у нас там, ну, вот, как-то очень все, как сказать, все старались быть по науке. Вот, как бы, как врач сказал, аптека, земли, ничего не растет, никаких трав особых нету, и вот, и вообще ничего живого нет. Это вот достаточно тяжелое. Значит, следующую ступеньку в своей жизни я нарисовал постепенно, я, ну, где-то уже обучаясь, фитотерапия, и здесь я нарисую гомеопатия, скажем так, это более понятно нашему человеку, да, и, скажем так, ну, постепенно, там, с годами я переходил и в осознавании методов к себе, и понимании, что я могу рекомендовать другим. Это, там, фитотерапия, ну, здесь мы можем где-то написать, пусть будет рядом с фитотерапией, там, бани различные, да, физио, физиотерапические, гомеопатия, конечно, она, видите, когда я учился, у нас было очень смешно. Нам за полгода до экзамена государственно сказали, гомеопатию, конечно, можете не учить, это вообще лженаука, ну, это так, ладно, вам было, для общего развития. Перед самим экзаменом будет билет к гомеопатии, все, ну, все меняется, поэтому тут вот так сказать, что это. Значит, и гомеопатия вообще, она же, она, это не обязательно ганемановская гемопатия, да, есть, знаете, ну, вот считается основоположником гомеопатии, так называемый ганеман, но это не факт, что до него этого не было, просто он там, скажем так, привнес, так же, как до Менделеева были элементы, да, но просто он это как-то упорядочил. И сейчас, кстати, пытается это не упорядочить, вот один есть краснодарский, по-моему, он уже умер, очень интересный научный деятель, у него своя таблица, например, он ее переделал, то есть тут можно, тут можно тоже очень много интересного, так и с гомеопатией, просто когда вот люди что-то слышат о гомеопатии, здесь нужно просто понимать, что это, это работа информационная, прежде всего, но в гомеопатии идет вот ганемановская гомеопатия, да, это различное сочетание информации и вещества, вот эти разведения, да, там чем больше разведения, тем меньше молекул, меньше вещества, и остается как бы информационное воздействие, и за счет этого такое средство считается как бы более сильным, на самом деле более сильно, и оно работает на более, скажем так, ну если уже на поля переходить, там и на эмоциональном поле, и на ментальном, и более глубинно, то есть оно поднимает какой-то ворох, и по сути гомеопатия, хороший, правильный гомеопат, доводит человека до обострения, если никакого обострения ничего нет, это просто, если вот я ходил в гомеопатам в свое время, и вот когда это было, знаете, просто вам немецкие препараты приписали, это просто вас на денежку раскручивают, да, как бы, стандартный подход, прямо как у врачей, это совсем не то, то есть в ганемановской гомеопатии идет подбор по ментальному, эмоциональному состоянию, там человек пульсотилы есть, там человек бериония, да, ну это тоже, но это не единственное, что, то есть ганемановская гомеопатия, это не единственная гомеопатия, которая есть, я не работаю по ганемановскому гомеопатии, например, у меня, ну мне по-другому учили, у меня, я ее называю, пусть будет там электронная гомеопатия, да, то есть я работаю только информационно, мы, как бы, и к заказам, и кого я веду, где индивидуальные консультации, идет запись, я в основном работаю с травм, у ганемана, например, очень много, не только трав, но и минералов, ну я вот как-то, у меня по-другому, да, складывается, я очень люблю, называется фармакогнозия, я снимаю сам, у меня есть аппараты там определенные, да, петербургские, кстати, и сейчас этим тоже никого не уделишь, разных, много всяких аппаратов, тут специалисты отличаются сейчас только тем, кто выберет более правильный и кто умеет этим работать, понимает, что он делает, да, а не просто это помогает от этого, и может, как бы, сканировать, что человеку сейчас нужно, потому что вот Дима иногда пишет мне, я вот человек-апсориаз, давай дадим ему это, 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 ну иногда просто, когда меня прижимают, я беру рампу, смотрю, а вот все, что он сказал, оно не идет человеку, потому что если на коробочке написано, что она псориаза, это не значит, что она будет работать по причине псориаза у данного человека, ну в принципе там все вот эти кожные проблемы, вот этот хороший пример, да, они же идут только из состояния внутренней среды, то есть там печень, там, там может быть с минералом проблема, с витамином, там микоз может быть, а может быть не микоз, а такое взаимодействие там с трептококкой, то есть это сочетание, как правило, уже нескольких факторов поражающих хронических, и получается так, что одному человеку хорошо пойдет, да, а другому оно не будет работать в этом спектре, потому что, ну сразу сейчас быстренько, у нас, раз я сказал там в этом спектре, у нас, ну, есть определенные три главных диапазона, скажем так, вот здесь бактерии, здесь будут вирусы, а здесь будут грибы, например, да, длина волны, на которых они работают, там есть крайне высокие частоты, сейчас не будем об этом много, просто, образно говоря, что вот одно гомеопатическое, например, средство или даже определенная травка, там, или, например, да, она может очень хорошо отработать там вот здесь и здесь, но она не работает по грибам, да, и, либо слишком слабо, и по информации, я, кстати, все отвечаю на этот вопрос хороший, да, почему там я не принимаю, не потому что здесь там все плохое, хотя здесь у меня есть претензии к некоторым позициям, некоторые вообще считаю вредными, да, или тот же, например, смотрите, мы в ассортимент взяли, болиголов, раконит, черный орехнокеросинит еще самая легкая из того, что у нас очень большой онкологический ассортимент, но я никогда такое не дам лично человеку, я упрашиваю даже иногда некоторых вообще на это даже не смотреть, потому что, ну, из онкологии можно выйти легко, просто и замечательно, и без этого, а люди, которые уходят опять вот на эту жесткую артиллерию, в основном уже ничем хорошим со мной не заканчивается, потому что, опять же, там нет реальной работы, там есть только вот желание добить, убить, у кого-то удается очень-очень редко, я знаю эти случаи, но как бы там получается, да, панель пропал, и как бы это, но в ассортименте оно есть, да, и я возвращаюсь к тому, что вот по этим ступенькам, когда ты идешь, то есть это не только я, я вот наблюдаю врачей, натуропатов, различных целителей, а потихонечку как бы идут по одним и тем же ступенькам, ну, молодежь считает, что можно все это перескакнуть, и, кстати, может быть, оно так и есть, потому что вот кто появлялся сейчас, новые детки, да, они такие все индиго там, я вот, кстати, совершенно с этим не спорю, и я верю, что есть вот детки индиго там, которые сейчас просто рядом посидят, и вы вылечиваетесь, и я спокойно к этому отношусь, и я знаю случаи, когда люди ходили в церковь и поговорили с каким-то старцем слепым, и она родила после этого, расплакалась, родила, но это работа уже на уровне программирования, то есть, как бы, если дальше мы идем по вот этим ступенькам, то мы уходим от вещества, мы сначала выходим от вещества, которые нас блокируют, да, то есть, что у нас делают в основном химические, химические лекарства, они блокируют сигнал тела о состоянии внутренней среды, то есть, это самолет, который летит в пике, да, и там горят красные кнопки, и там гудит сирена, что плохо, мы падаем, мы закрываем красную кнопку, да, как бы, помните, как у Леонов там, божди, дорогая, когда душили его родную сестру, он говорил, родной брат, да, божди, дорогая, может, все обойдется, в общем, ну, и в уши тампоны там составляем, чтобы это не слышать, то есть, ну, это не плохо, не хорошо, это просто вот определенный путь.